На следующий день после капитуляции Германии, даже ближайшие соратники Гитлера клялись, что они никогда не разделяли его бредовых идей. Исчез фюрер, исчезло все. Нацистское государство, войска СС, концлагеря, гестапо, факельные шествия, вскинутые в приветствие руки. Еще вчера в Берлине говорили о том, что немецкий народ, как один человек, будет сражаться за идеалы национального социализма. Что партия уйдет в подполе, но не покорится. И что же? Немецкие войска капитулировали, немцы прекратили сопротивление и с присущим аккуратностью и педантизмом стали сотрудничать с оккупантами, со вчерашними врагами. А куда же делись нацистские военные преступники, которых объединенные нации поклялись сурово наказать? Этот человек вошел в историю как один из символов нацистского рейха. Его улыбка и мягкие манеры заставили узников концлагеря Освенцем называть его ангелом смерти. В памяти жертв он остался именно таким. Аккуратный пробор, темно-зеленая форма выглажена, эсэсовская фуражка сдвинута на бок. Сапоги, начищенные до идеального блеска, слегка расставлены. Он встречал эшелоны с новыми узниками и приказывал им идти либо налево, либо направо. Налево смерть, направо жизнь. Жители умереть это решал врач из концлагеря Освенцем Йозеф Менгеля. Он распоряжался жизнями людей совершенно бесстрастно. Огонек интереса загорался в его глазах только тогда, когда он видел близнецов. Доктор Менгеля был генетиком. Свои научные занятия он продолжал и в Освенцине. Пребывание в лагере было для него своего рода научной командировкой. Менгеля отправлял близнецов на операционный стол и разделывал их, как чудесный подопытный материал, во имя науки, которой он служил. Можно резать кроликов, можно обезьян. Доктор Менгеля работал с более полезным в научном смысле материалом. Один из узников Освенцема, врач по профессии, вспоминал о Менгеле. Бесчетное количество часов провел он, склонившись над своими микроскопами, у своего инкубатора, у своих пробирок. Терпеливо выстаивал он у анатомического стола в фартуке, забрызганном кровью. С руками также обогрел его кровью. Все, что ты искал и исследовал, как помешанный. Нацистские биологи и врачи считали себя настоящими учеными, продолжающими научную миссию в труднейших условиях военного времени. Самый известный из них – Йозеф Менгеля, врач из Освенцема. О нем рассказывали самые фантастические истории. Ему посвящены книги и даже художественные фильмы. Большей частью – все это фантазии. Стены у кабинета не были украшены коллекцией глаз сотен убитых детей. Глаза его не интересовали. Сомнительной, кажется, история о том, что Менгеля бросил в печь новорожденного или вырезал из живота беременной женщины живой эмбрион. Он не колеблес сделал бы это, но у него были другие научные интересы. Йозеф Менгеля происходил из католической семьи, которая быстро разбогатела. В небольшом городке Гюнсбурге, на берегу Дуная, семейству принадлежала крупнейшая в городе фабрика. Его отец быстро сообразил, что пора вступать в нацистскую партию. Приехав в город, Гитлер выступил с речью именно на фабрике Менгеля. Когда нацисты пришли к власти, фабрика получила хороший закат. Предполагалось, что Йозеф, как старший сын, продолжит семейное дело. Но мальчик с детства был очень амбициозным. Однажды он сказал приятелю, Когда-нибудь ты увидишь мое имя в энциклопедии. Он сдал школьные экзамены в 30-м году и первоначально хотел стать зубным врачом. В городке не было ни одного дантиста, это обещало выгодную практику. Но потом решил, что стоматология скучновата. Менгель изучал медицину, но понял, что его интересует исправление недостатков не одного пациента, а человечество в целом. Он оказался в окружении ученых, уверенных в том, что некоторые живые существа вовсе недостойны жизни. Он учился у доктора Энста Рудина, который полагал, что медики должны избавить человеческую расу от недостойных особей. Под его руководством Менгель защитил диссертацию, в которой доказывал, что можно определить расовую принадлежность человека по его челюсти. Одновременно он сдал экзамены и приступил к работе в медицинской клинике при Лепсигском университете. В этой клинике работали врачи, которые доказывали партийному руководству, что дети, рожденные слепыми, безногими или умственно неполноценными, должны быть подвергнуты эвтаназии, то есть убиты. Гитлер легализовал эвтаназию 1 сентября 1939 года, в день, когда началась Вторая мировая война. В Лейпсиге Менгеле познакомился с будущей женой. При установлении ее арийского происхождения возник вопрос относительно одного из дедушек. Она не могла доказать, что он действительно был полноценным немцем. Тщательное изучение ее расового дела и показания друзей, подтвердивших ее нордический характер, спасли брак. Но Йозеф Менгеле лишился возможности быть занесенным в родовую книгу, где значились имена тех, кто смог подтвердить полноценное арийское происхождение с 1750 года. Это также лишило детей Менгеле посеребренных ложек, которые Гиммлер дарил каждому арийски чистому младенцу. Сомнений в происхождении самого Менгеля не возникало. Хотя он больше походил на цыгана, чем на истинного арийца. У него была смуглая кожа и темные волосы. По расовой классификации Менгеле был отнесен к динарско-восточной расе, то есть к южным германцам. 1 января 1937-го Менгеле поступил на работу в престижный институт наследственности, биологии и расовой чистоты. Он стал работать под руководством одного из самых известных европейских генетиков, профессора Барона Отмарафон Фершойера. Профессор восхищался Гитлером как первым политиком, который по достоинству оценил наследственную биологию и расовую гигиену. Во время войны профессор возглавил Институт антропологии, наследственности и генетики имени Кайзера Вильгельма в Берлине. В этом научном учреждении исходили из того, что нужно очищать расу от дурных примесей и оставлять на земле только особи, чья жизнь достойна продолжения. Принятый в сентябре 1935 года закон об охране немецкой крови и немецкой чести превратил интимные отношения между людьми неодинаковой крови в наказуемое деяние. Придя к власти в 1933-м, Гитлер объявил четырехлетний мораторий на прием новых членов в партию. Фюрер боялся, что в нее хлынут люди, которые могут изменить линию партии в более либеральном направлении. Когда мораторий закончился, в мае 1937-го Менгеле написал заявление и получил партийный билет. На следующий год он вступил еще и в СС. Одновременно получил докторскую степень по медицине. Жизнерадостный поклонник институтских секретарш Менгеле поверил в то, что он служит великому делу, помогая Гитлеру спасти арийскую расу от самоуничтожения. Когда началась Вторая мировая война, доктора Менгеле призвали на военную службу и отправили в оккупированную Польшу, в генеалогическую секцию главного управления СС по делам расы и поселений. Вместе с другими эсэсовскими врачами он устанавливал расовую ценность тех жителей Польши, которые утверждали, что в них есть арийская кровь. По всей Европе отбирали детей арийского происхождения, которых отдавали на воспитание в эсэсовские семьи, как будущих солдат. Особенно высоко ценилась норвежская кровь, кровь викингов. Несколько тысяч детей родились в результате сознательного скрещивания солдат немецких оккупационных войск и норвежек. Имперский комитет по защите здоровья нации опубликовал памятку будущим супругам. Помни, что ты немец. Все, чем ты являешься, это не твоя заслуга, а твоего народа. Поэтому, что бы ты ни делал, думай, полезно ли это твоему народу. Как немец, выбирай себе супруга только той же крови. Где супруги подходят друг к другу, там царит согласие. Где смешиваются неравные расы, там случается раздор. Помеси различных рас ведут к вырождению и упадку. Предохраняя себя от упадка, держись подальше от неполноценных. Нордическая раса, как показывают изыскания, является наиболее ценной для человечества. Каждый немец, в большей или меньшей степени, наделен нордической кровью. Священным долгом является сохранение и приумножение этого дара. Кто смешивает свою кровь с неполноценными расами, становится предателем своего народа. При выборе супруга, спроси о предках. Ты вступаешь в брак не с одним только своим супругом, а в известной мере и с его предками. Полноценное потомство можно ожидать только там, где имеются полноценные предки. Потребуй от будущего спутника жизни, чтобы он прошел медицинское обследование на предмет пригодности к браку. И сам сделай это. Ты должен желать себе как можно больше детей. Смысл брака – выращивание потомства. Кто без веской причины не вступает в брак или остается бездетным, тот прерывает цепочку рода. Твоя жизнь – это приходящее явление. Род и раса вечны. Полноценные дети повышают ценность народа и являются лучшим оружием в борьбе за существование народа. В июне 1941-го Йозефа Менгеля отправили на Украину, где он получил железный крест второй степени. В январе 1942-го его назначили в медицинский отряд дивизии СС «Викинг». Здесь его наградили железным крестом первой степени за спасение двух раненых танкистов, которых он вытащил из подбитой машины. В конце 1942-го его перевели в центральный аппарат главного управления СС по делам расы и поселений. Благодаря этому он смог вернуться к научной работе. Директор Института антропологии, человеческой наследственности и генетики имени Кайзера Вильгельма в Берлине уговорил Менгеля принять назначение в Освенцим. Институт выделял деньги для научных исследований Менгеля в Освенциме, а Менгеля отправлял в институт свои отчеты. В 1940 году специалисты из химического гиганта Икфарбен обратили внимание на маленький городок Аушвиц, польское название Освенцим, в оккупированной Верхней Селезии. Рядом угольные шахты, источники водоснабжения и отличная железная дорога. Город сочли идеальным местом для крупного химического производства. В декабре 1940 года здесь решили построить завод по производству компонентов авиационного бензина. Рабочие руки обеспечил рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. До войны в Освенциме располагались казармы польской армии. Рядом в Биркенау Гиммлер построил новые бараки. Способные работать, трудились на немецкую военную экономику. Неспособных работать, уничтожали. Там было пять крематориев и газовых камер. В хорошую ясную погоду дым, поднимавшийся из труб крематория, был виден на 30 с лишним километров. Максимумы производительности газовые камеры достигли летом 1944 года. 9 тысяч человек в сутки. В октябре 1942 года молодого эсэсовца Оскара Грёнинга вызвали и сказали, что ему поручено особое задание, жизненно важное для Родины, о котором он никому не имеет права говорить. Он приехал в Освенцим, не зная, чем ему предстоит заниматься. В общежитии новые сослуживцы уже садились ужинать. На столе появились редкие в военное время деликатесы – сардины, ветчина, водка и рун. Новичок обратил внимание на то, что здесь очень много пьют. Открылась дверь, и посыльный сообщил, что прибыл новый состав. Трое поднялись, застегнули мундиры и портупеи. Новичку объяснили. Пришел эшелон. Если им повезет, разместят в лагере. А если нет, спросил новичок. Если нет, сразу в расход. Оскару Грёнингу растолковали его несложные обязанности. Все прибывшие в лагерь узники обязаны отдать все имущество и деньги, которые они привезли с собой. Ему предстоит рассортировать и пересчитать деньги, и сдать их в центральный аппарат главка в Берлине. Руководство лагеря не слишком доверяло своим подчиненным, и боялось, что в этой суете кто-то попытается прикарманить отобранные у узников вещи. Оскару поручили следить за вещами. В первый же день на его глазах ребенку размозжили голову. Прибыл новый шелон. Я держу его. Евреи фуили. Вдруг я услышал детский крик. Среди вещей обнаружился ребенок. Мать оставила его, зная, что женщин с грудными детьми сразу отправляют в газовую камеру. Она думала, что порознь их оставят в живых. Охранник схватил ребенка за ногу и бил головой о кабина грузовика, пока тот не затих. В ту ночь он не мог уснуть и наутро подошел к начальнику. Тот согласился с Оскаром. Ты прав, товарищ. Дежурный действовал не по инструкции. Он нарушил порядок. Грюнинг продолжал служить. Он видел, как голых людей загоняли в камеру и как пускали газ. Он слышал, как кричали умирающие. Видел, как потом мертвые цела бросали в крематорий. Он был настолько любопытен, что пошел смотреть, как горят люди. Вечерами многие напивались. И, валясь спать, вместо того, чтобы щелкнуть выключателем, стреляли по лампочкам. Для эсэсовского персонала в концлагере работали большой стадион, библиотека, театр, плавательный бассейн, симфонический оркестр и публичный дом. Простым эсэсовцам за участие в умерщвлении людей полагался дополнительный паёк. 10 сигарет в день, четверть литра водки, полкило колбасы. Особенно хорошо кормили офицерский состав эсэс. Вот воспоминания одного из лагерных офицеров. Сегодня прекрасный воскресный обед. Томатный суп, половинка цыпленка с картофелем и красной капустой. Чудесное ванильное мороженое. Менкель начал с того, что остановил эпидемию Тифа. Он отправил тысячу с лишним цыган, среди которых обнаружились заболевшие, в газовую камеру. В конце 43-го в другом блоке вновь появился Тиф. Он опять отправил весь блок, 600 женщин, в газовую камеру. Он бы не стал этого делать, если бы нашел другой способ остановить эпидемию. Но другого способа он не придумал. Доктор Йозеф Менгеле буквально расцвел в лагере. Остальные делали только то, что входило в их обязанности. Менгеле же охотно брался за новые проекты. Его даже ошибочно считали главным врачом в лагере. На самом деле главным был доктор Эдуард Вирц, который назначил Менгеле старшим врачом женских бараков. В августе 43-го Менгеле навестила в Освенциме его жена Ирена. В 44-м у них родился сын Рольф. Двое врачей назначались дежурными для приемки очередного эшелона с узниками. Они решали, кого сразу отправить в газовую камеру, а кого в барак. Их смерть откладывалась примерно на три месяца. Некоторые эсэсовские врачи ненавидели эту работу и после дежурства напивались до беспамятства. Менгеле исполнял свои обязанности с явным удовольствием. Он иногда улыбался и насвистывал опереточный мотив. Близнецы. Это слово слышали от него поступающие в Освенцим новоприбывшие узники, если он видел тех, кто его интересовал больше всего. Менгеле мечтал после войны стать профессором. Он думал только о будущей научной карьере. Его построили лабораторию при крематории номер 2 в Биркенау, где предполагалось проводить вивисекцию только что убитых узников. Лабораторию снабдили современным оборудованием. Партия поставила перед наукой задачу поднять рождаемость. Одним из путей считалось искусственное увеличение числа двойней и тройней. Разумеется, только в том случае, если потомство будет голубоглазым и светловолосым. Близнецов помещали в 14-м бараке в Биркенау. Близнецам давали приличную еду. Менгеле, если был доволен результатами, иногда приносил им что-то сладкое. Трудно сказать, сколько пар близнецов прошло через его руки. По некоторым подсчетам, одновременно в его распоряжении было около 200 пар. Его подручные совершали тщательные антропологические замеры близнецов, определяя в них общие и различные. Дальше начинались пытки. Он переливал кровь от одного к другому, вводил близнецам возбудитель тифа, ампутировал отдельные органы. Он хотел увидеть разницу в реакции близнецов на одно и то же вмешательство. Умертвив близнецов, он тщательно исследовал их внутренние органы. Только в Освенциме могли быть созданы такие уникальные условия для его работы. Близнецы, умертвленные одновременно. Однажды Менгеле сам убил 14 пар близнецов-цыган, готовясь к исследованию. Он вводил им хлороформ прямо в сердце. Результаты опытов пересылались в Берлин, научному руководителю Менгеле. Менгеле захотел выяснить, не сможет ли он менять цвет глаз. Отобрал 36 детей, сделал им болезненные уколы. После опытов детей, ослепших и ненужных, отправили в газовую камеру. Он обратил внимание на двух братьев, один из которых чудесно пел, а у другого не было голоса. Менгеле вырезал обоим голосовые связки, чтобы понять, в чем различие. Его ценили в Освенциме. Главный врач лагеря характеризовал его как энергичного, настойчивого работника, который в труднейших условиях боролся с эпидемиями и доказал, что может выполнить приказ в любой ситуации. Главный врач отмечал, что Менгеле посвятил свое свободное время для продолжения самообразования, использовал научный материал, который был в его распоряжении, для того, чтобы значительно продвинуться в своих антропологических изысканиях. Менгеле относился к узникам, как обычный исследователь, к лабораторным крысам. Он не уставал от работы. Он был бесконечно амбициозным. Но не был ли он к тому же еще и просто садистом, испытывавшим патологическое наслаждение при виде чужих страданий? Есть показания бывших врачей-узников, людей, которые наблюдали Менгеле в лаборатории. И они тоже рассказали о том, что ему не всегда удавалось сохранить маску холодного небожителя, взирающего на жалких недочеловеков. Он сам избивал узников. К удивлению коллег, Менгеле сам делал смертельные инъекции, а иногда бросал в камеру капсулы со смертельным газом и смотрел, как умирают заключенные. В конце июля 1944 года Менгеле приказал за ненужностью уничтожить целый лагерь цыган – 3000 человек. Всех отправили в газовую камеру. В конце 1944 года настроение Менгеле стало ухудшаться. Он понял, что война, скорее всего, проиграна. Он боялся, что все его научные открытия достанутся победителям. К нему во второй раз приехала его жена Эрена. Они жили в отдельном домике, ему полагалась прислуга. Они гуляли, собирали черную смородину, и Эрена варила из нее джем. Она не задавала лишних вопросов, Менгеле ничего лишнего не рассказывал. 17 января 1945 года под грохот артиллерии наступающей Красной Армии Менгеле покинул Освенцем. Было приказано уничтожить все материалы, проводившихся в лагере экспериментов. Менгеле же наиболее важные бумаги взял с собой. Первые советские солдаты вошли в Освенцем днем 27 января и обнаружили тела 650 узников, расстрелянных эсэсовцами. Менгеле получил назначение в концлагерь в Силезии, где с начала 1942 года над советскими военнопленными производились опыты в сфере подготовки бактериологической войны. Но там он долго не задержался. Остановить наступление советских войск было уже невозможно. Менгеле двигался на запад вместе с отступающими частями. Он выбросил личные документы и сменил мундир офицера эсэс на китель офицера вермахта. Когда он оказался в плену, Менгеле спасло то, что у него не было обычной для эсэсовцев татуировки. Им под мышку наносили группу крови. В свое время он убедил начальство, что в татуировке нет смысла. Профессиональный врач в любом случае сделает элементарный анализ крови, прежде чем начинать переливание. Впрочем, его жена говорила, что Менгеле просто не захотел портить татуировкой свою гладкую кожу. Менгеле боготворил собственное тело и подолгу рассматривал себя в зеркало. Йозеф Менгеле, лагерный врач из Освенцима, был включен в список военных преступников, составленной комиссией ООН по военным преступлениям. Оставшиеся в живых узники Освенцима описывали польским, французским, югославским, чешским и британским властям врача-эсэсовца, который проводил преступные эксперименты на живых людях. Список разыскиваемых преступников распространялся по лагерям для интернированных солдат вермахта, но, вероятно, попадал не во все лагеря. И, надо полагать, не все союзнические офицеры внимательно его изучали. Старые друзья снабдили Менгеле фальшивыми документами и отправили работать в деревню, считая, что там его не станут искать. Крестьяне охотно нанимали молодых парней, не успевших снять форму вермахта. Хозяйство было небольшим. Выращивали картофель, пшеницу, держали дюжину молочных коров. Менгеле жил в спартанской обстановке. В комнате была только кровать и умывальник. Хозяева запомнили Менгеле как человека, который съедал все, что ставилось на стол, и выпивал целый литр молока. Он был крепок и совсем справлялся. Не умел только доить коров. К нему никто не приходил, и он не покидал ферму. Хозяева сочувствовали Менгеле, молодому парню, которому приходится скрываться. В 1946 году Менгеле попросил хозяев подписаться на местную газету. Он увидел, что его имя мелькает в газетах. Бывший комендант Освенцима давал показания на Нюрнбергском процессе. Он рассказывал о медицинских экспериментах и о роли Менгеле. В декабре 1946 года американцы посадили на скамью подсудимых 23 врача-эсэсовца. Семерых приговорили к смертной казни, пятерых – к пожизненному заключению. Семья Менгеле тем временем доказывала американским оккупационным властям, что Йозефа нет в живых. Они рассказывали, что Менгеле оказался в советской зоне оккупации, и от него нет никаких вестей. Следовательно, он мертв. Сам Менгеле понял, что в Германии у него нет будущего, и решил бежать в Латинскую Америку. Семья выбрала Аргентину, там были деловые партнеры, да и в Аргентине неплохо относились к нацистам. Менгеле рассчитывал, что жена с сыном последует за ним, когда он устроится на новом месте. Но Ирена не захотела уезжать из Европы. Она уже встретила человека, который станет ее вторым мужем. На поезде он отправился в Инсбрук. Австрийские таможенники удовлетворились тем, что спросили, откуда он. Через итальянскую границу ночью его перевели люди, которые работали на местном филиале в фабрике Менгеле. В Италии он получил и подлинные документы швейцарского международного комитета Красного Креста на имя Гельмута Грегора. Руководители Красного Креста скрывали этот факт почти 40 лет, пока ответа не потребовал государственный секретарь Соединенных Штатов Джорд Шульц после сенатских слушаний, посвященных Менгеле. Свой человек сказал итальянским полицейским, что Менгеле – еврей, который бежит из Германии, и его посадили на пароход, идущий в Аргентину. В июне 1943 года власть в Аргентине захватил полковник Хуан Доминго Перрон. Полковник прежде служил военным атташе в Италии, и ему нравилась концепция фашистского государства. Летом 1945 года Перрон распорядился зарезервировать 10 тысяч незаполненных паспортов для немецких нацистов, которые попытаются бежать в Аргентину. Считается, что Перрону заплатили за это хорошие деньги. В первые годы в Латинской Америке Менгеле жил совершенно свободно. Он даже позволил себе съездить в Европу, чтобы повидаться с родными. В марте 1956 года он вылетел в Швейцарию. В Женеве Йозеф Менгеле впервые увидел своего юного сына, которому на всякий случай представился дядей-фрицем. Он развлекал мальчика рассказами о латиноамериканских джунглях и об охоте на партизан во время Второй мировой войны. Рольфу дядя Фриц очень понравился. Он дал мальчику карманные деньги, первые в его жизни. Из Швейцарии Менгеле поехал в Германию, в родной Гюнсбург, где, наконец, повидал родных. Он взял на прокат автомобиль и отправился в Мюнхен. Но случайность едва не привела к его разоблачению. Он попал в дорожно-транспортное происшествие. Полицейский просил его не покидать Мюнхен, пока все не будет улажено. Испуганный Менгеле позвонил родным. Примчался отец, дал полицейским денег, те отпустили Йозефа. На следующий день он от греха подальше покинул Европу. В какой-то момент Менгеле решил сделать пластическую операцию. Но едва началась операция, остановил хирурга, увидев, что тот плохо знает свое дело. Он решил купить хороший дом, но не хотел регистрировать собственность по фальшивым документам. Он обратился в посольство ФРГ с просьбой подтвердить, что он и есть Йозеф Менгеле. Никто в посольстве не подумал о том, чтобы свериться со списком разыскиваемых военных преступников. С посольской справкой Менгеле получил новое аргентинское удостоверение личности уже на подлинную фамилию. До этого он жил под именем Гельмета Грегора. Ему вручили и законно выданный западно-германский паспорт. В октябре 56-го Менгеле зажил новой жизнью. К нему присоединилась Марта, вдова его рано умершего младшего брата, ее сын Карл Хайнц. В 58-м Марта и Менгеле поженились. Йозеф Менгеле считал, что худшее позади. И ошибся. Австриец Герман Лангбайн, который прошел через Освенцем, он уцелел потому, что его держали писарем в секретариате главного врача лагеря, стал собирать досье на Менгеле. Ему невыносимо было осознавать, что этот чудовищный преступник избежал наказания. Через полтора месяца после того, как Марта и Йозеф Менгеле начали новую жизнь, Лангбайн передал свое досье в Министерство юстиции ФРГ в надежде, что немцы немедленно выйдут ордер на арест Менгеле. На самом деле, ему пришлось долго обивать пороги, прежде чем он нашел прокурора, пожелавшего заняться этим делом. Тем временем Менгеле решил перебраться в Парагвай. Ему помог архитектор Фредерико Хаазе. Он был женат на дочери министра финансов Парагвая, где с 1954 года единолично правил Альфредо Стресснер. В 1959 году влиятельные парагвайцы помогли Менгеле получить гражданство Парагвая. В этой малоразвитой бедной стране, где население жило за счет контрабанды, нацисты чувствовали себя уверенно. Здесь все покупалось и продавалось. Парагвайский диктатор Альфредо Стресснер принимал всех, кому нравилась такая жизнь и у кого были деньги. Усилия Лангбайна все-таки дали результат. 5 июня 1959 года был выдан первый ордер на арест Менгеле, обвинявшегося в нескольких убийствах. Министерство иностранных дел ФРГ потребовало у Аргентины его выдачи. Аргентина ответила отказом, поскольку все обвинения носят политический, а не уголовный характер. С Парагваем у Западной Германии соглашения о выдаче не было. Парагвайские власти были поставлены в известность о том, что Федеративная Республика требует выдачи Менгеле. Но это совершенно не помешало ему натурализоваться и стать гражданином Парагвая. Он только не решился тайком приехать в Германию на похороны отца. Менгеле искала и израильская разведка. Но в 1957 году Моссад получил сведения о том, что в Аргентине скрывается бывший сотрудник Главного управления имперской безопасности Оберштормбаннфюрер СС Адольф Эйхман. Цель номер один. В мае 1960 года оперативная группа израильской разведки захватила в Аргентине Эйхмана. Его вывезли в Израиль и посадили на скамью подсудимых. Одновременно хотели вывезти в Израиль Йозефа Менгеле, но его не нашли. Когда Эйхмана доставили в Израиль, Менгеле находился в Парагвае и трясся от страха. Менгеле стал подумывать о переселении в Бразилию. Ему помог бывший вождь Гитлер-Югенда в австрийском городе Граце Вольфганг Герхард. Он перебрался в Бразилию еще в 1948 году, хотя считал бразильцев полуобезьянами и представителями второсортной расы. Герхарда даже его друзья называли фанатичным фашистом. Такой же была его жена Рут. Однажды она преподнесла владелице дома, где они жили, два куска мыла, приготовленного в 1943 году из трупов, убитых в Освенциме узников. Переезд в Бразилию разрушил жизнь Менгеле. Марта разошлась с ним. Неуклюжесть германского правосудия и нерасторопность латиноамериканских полицейских помогли появлению легенды о Менгеле. Ходили слухи, что он продолжает свои опыты в труднодоступных районах Латинской Америки, что он создал подпольную организацию из старых и новых фашистов, что он намерен возродить нацистский рейх. В художественных фильмах и книгах он предстал неуязвимым человеком, у которого полно денег, оружия и телохранители. Именно таким играет его Грегори Пек в популярном когда-то фильме «Мальчики из Бразилии». А на самом деле Йозеф Менгеле, ангел смерти, врач из Освенцима, чувствовал себя совершенно одиноким. Он представлял опасность только в эсэсовском мундире и только в отношении беззащитных людей. Когда война закончилась, он превратился в трусливого беглеца. Он и не помышлял о продолжении борьбы за идеалы национального социализма. Он думал только о том, как спастись. Когда он узнал, что Адольфа Эйхмана по приговору суда повесили в Иерусалиме, его охватил ужас. Он выходил на улицы только в окружении целой стаи собак. Построил высокую наблюдательную вышку и часами наблюдал за окрестностями, ожидая, когда за ним придут израильтяне. Он даже не подозревал, что Моссад, занятый противоборством с арабскими спецслужбами, его и не ищет. В полном одиночестве и ожидании неизбежной кары прошли последние годы его жизни. В 1964 году Франкфуртский университет призвал Менгеле приехать и ответить на обвинение в нарушении клятвы Гиппократа. Менгеле, естественно, не приехал. Его жена наняла адвоката, одного из тех, кто защищал врачей на Освенцимском процессе. Адвокат доказывал, что не все врачи, которые участвовали в экспериментах на людях, подлежат наказанию. Но ректоры Мюнхенского и Франкфуртского университетов лишили Менгеле научной степени из-за его преступлений, совершенных им в Освенциме. Докторская степень была очень важна для Менгеле. Ему нравилось, когда к нему обращались господин доктор. Менгеле получил в свое распоряжение подлинное бразильское удостоверение личности, которое ему отдал Вольфганг Герхард, уехавший в Австрию. С помощью хорошего фотографа Менгеле наклеил на удостоверение собственное фото. В 1972-м ему потребовалась медицинская помощь. Он предъявил удостоверение в больнице. Врач удивился. Пациент явно старше указанного в документе возраста. Но Менгеле сказал, что в полиции ошиблись, ему выдадут новое удостоверение. Он впал в глубокую депрессию. Его не покидал страх, что израильтяне рано или поздно найдут его и посадят на скамью подсудимых. В мае 1976-го у него случился инсульт, что для него, как врача, не было секретом. В 16 лет его сына Рольфа сочли достаточно взрослым, чтобы открыть ему главную тайну семейства. Мифический дядя Фриц на самом деле его отец Йозеф Менгеле. «Я всегда думал, – говорил Рольф Менгеле, – что мой отец погиб во время войны в России. Когда мне сказали, что мой отец жив, что он доктор из Освенцима, я почувствовала себя отвратительно. Плохо быть сыном Йозефа Менгеле». В октябре 1977-го года Рольф решил навестить отца. Он откладывал эту поездку 4 года. Менгеле настаивал на том, чтобы Рольф использовал фальшивый паспорт и позаботился о конспирации. Рольф не захотел таиться и оказался прав. Западногерманская полиция не следила за семьей Менгеле. Они не виделись 21 год. Рольф расспрашивал его обо всем, в том числе и об Освенциме. Менгеле защищал свои российские взгляды и не признавал за собой даже малой вины. В конце 1978-го Йозеф Менгеле потерял волю к жизни. Он бродил без всякой цели. Однажды его чуть не сбил автобус. В начале 1979-го несколько дней не выходил из комнаты. 7 февраля отправился на пляж. Вошел в воду, и прямо в воде у него случился второй инсульт. Его вытащили на берег и пытались сделать искусственное дыхание. Но Йозеф Менгеле уже закончил свой земной путь. Узнав о смерти отца, его сын Рольф испытал облегчение. Это было решением его моральных проблем. Он понимал, что отца не выбирают, но его преследовали страшные видения Освенцима. Йозеф Менгеле не единственный нацистский преступник, избежавший наказания. В октябре 1943 года в Лондоне была создана комиссия объединенных наций по расследованию военных преступлений нацистской Германии. Главная задача комиссии состояла в том, чтобы составить список нацистских преступников. Каждая из стран антигитлеровской коалиции сообщала комиссии имена преступников, которые действовали на ее территории. Комиссия завершила работу в 1948 году. Тогда в списке было 36 тысяч имен. Из них 25 тысяч относились к категории А. То есть имелись веские основания для того, чтобы этих людей судить. Тем не менее, абсолютное большинство нацистов, которые значатся в этом списке, благополучно избежали наказания. Более 6 миллионов немцев, в основном в американской зоне оккупации, прошли через суды, которые рассортировали их по пяти категориям. Главные виновники – примерно 1700 нацистов. Уличенные в преступлениях – 23 тысячи. Уличенные в менее значительных преступлениях – 150 тысяч. Попутчики – миллион с лишним. Оправданные – почти 4 миллиона. Пользуясь послевоенной неразберихой в Европе, многие нацисты бежали и укрылись в Латинской Америке или на Ближнем Востоке, где можно было легко затеряться. В арабских странах бывших эсэсовцев принимали охотно и предоставляли работу по специальности. Тот факт, что они смогли скрыться, создал вокруг нацистов некий героический ореол. Дескать, вот они какие – умелые да смелые. А на самом деле их просто не искали. Других от виселицы и от тюрьмы спасла холодная война. Запад так испугался коммунистов, что перестал бояться бывших нацистов. Их стали пускать в Америку, Англию, Канаду и Австралию. Они обжились там и даже получили гражданство. Демократия, которую нацисты так ненавидели, защищала права даже своих злейших врагов. В военные годы в странах антигитлеровской коалиции не думали о том, чтобы собрать полновесные доказательства преступления нацистов. Не до того было. И после войны в распоряжении следователей оказались лишь некорректно оформленные показания свидетелей, иногда повторявших чужие слова. В странах с развитой юридической системой этого недостаточно для того, чтобы посадить человека на скамью подсудимых. Можно сказать, что в борьбе с нацистскими преступниками правосудие потерпело унизительное поражение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...